Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска. Двигатель 3 литра, бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 313 тысяч километров. Заменю на нем дроссельную заслонку. Хозяин приобрел бушную с небольшим пробегом. Это заслонка, с его слов... Мы просто экспериментируем, но с его слов... Иногда холодный запуск. И также на горячую бывает долгий. Есть предпосылки, что это из-за заслонки. Поэтому сейчас ее снимаем, моем старую и устанавливаем ее. Адаптацию попробую сделать через сканер. Видео, где я делал вручную адаптацию, у меня есть отдельно. Открываю капот. Попробуем сейчас завести на горячую. Как она в данный момент себя... Нормально завелась, без вопросов. А так бывает, крутить приходится долго. Ну, в любом случае, снимаем, ставим новую, не новую, другую. И уже будем тестировать. Снимаю корпус воздушного фильтра. Здесь на воздуховод патрубок вентиляции подходит. Чтобы удобнее было снять, снимаю крышку двигателя. Три болта шестигранных на пять откручиваю. Я их ослабил. Крышку снимаю. Сзади две клипсы на трубку одеваются. Ну, не трубка, а вот он. Снял я хомут с патрубки. Патрубок этот новый. Его не так давно меняли. Он мягенький, снимается легко. Снимаю вакуумные трубки с крышки. Так как крышку я снимать буду. Снимаю разъем с расходомера. Два болта крепления верхней крышки. Я открутил головку на 10 по бокам. И хомут открутил, ослабил. Теперь поднимаю крышку и снимаю ее. Воздушный фильтр с пропиткой. Уже он видно в грязи. Нацеплял. Я вот не помню, корпус, компенсатор выйдет, не выйдет. Ну, если не выйдет, сниму нижнюю часть корпуса. Здесь трубку снимаю. Хомут тоже ослабил. Снимаю патрубок. И пытаюсь вывести сюда. А сюда он мне хочет выходить. О, шланг нашелся потерянный. Он каким-то образом в корпус упал. Вот этот коротенький шланг здесь в свое время терялся. Но он уже потрескался высох. Откручиваю три болта головка на 10. Снимаю нижнюю часть корпуса. И тогда уже сниму компенсатор. Снимаю нижнюю часть корпуса. О, шланг нашелся. Дальше снимаем разъем с дроссельной заслонки. И снимаем патрубки подогрева. Разъем вот он. На дроссельную заслонку вот трубка. И вот трубка подходит. Снимаю болтами затыкаю. Здесь у нас кронштейн. Головка на 10. Откручиваю гайку. И откручиваю болт. Кронштейн сниму. Мне удобнее будет... Кронштейн сниму. Удобнее будет хомуты снимать. Приготовлю болты. Болты приготовил. Немножко антифриза мы все равно чуть-чуть потеряем. Поэтому никуда от этого не денешься. Немножко это грамм 20, не больше. Дальше берем головку на 10 и откручиваем остальные три болта. 장난ирка толстая гайки. Немножко свица. Дроссельная заслонка в руках, не загажено ничего, особо грязь есть, но не критично. Беру другую. Это вот вторая дроссельная заслонка, ее помыли. Сейчас установим, нет, калибруем. А это вот, не, нет, ту заслонку дайте. Это вот, которую сняли. Все, устанавливаем на место. Беру три болта, наживляю. Один, который под кронштейн, пока не трогаю. Прокладку менять не стал, потрогал, она немножко выступает, поэтому будет держать нормально. Даже когда наживляем, вот, низ начинаю подтягивать, видно дроссельную заслонку на прокладке чуть-чуть, перекрашиваю слегонца. Наживляю, но пока не затягиваем. Теперь беру, одеваю патрубки, но опять же, грамм 10-20, антифриза мы потеряем. Один, и второй. Даже, наверное, 10-ти нету, меньше. Ну, а теперь можно хомуты надеть на место. Надеваю бронштейн. Продолжение следует... И так же гаечку. Беру динаметрический ключ, ставлю 10 ньютон. И 10 ньютон поставил. ГРОМОНСТАГУ. ВОСТОЧЕСКАЯ ГРОМОНСТАГУ. ВОСТОЧЕСКАЯ ГРОМОНСТАГУ. ОТРЫ. Ещё и беда. Какошли, жар. ГРОМОНСТАГУ. ГРОМОНСТАГУ. ОТРЫ. ГРОМОНСТАГУ. Все, одеваю на место разъем. Ставлю компенсатор и ставлю корпус воздушного фильтра. В принципе, компенсатор, наверное, даже можно сразу и обидеть на место. Посмотрим, будет, не будет мешать. Продолжение следует... Продолжение следует... Куда спряталась, не вижу. Потом будем искать. Вот она. Наживляю болты и прикручиваю. Корпус затянул, одеваю патрубок, одеваю хомут на место, зажимаю. По старому следу его, одеваю воздушный фильтр и одеваю крышку. Продолжение следует... Все. Одеваю на место разъем. Зажимаю вот эти два болта крепления крышки, головка на 10. И затягиваю один и второй хомут на патрубках. Одеваем вот эти вакуумные шланги. Одеваем вот эти вакуумные шланги. Так, здесь у нас сюда, а это у нас сюда. Так, все получается. Ну и сейчас попробую дроссель обучить сначала, не запуская. Потому что если сейчас запустить двигатель, он будет на больших оборотах. Ради эксперимента, сейчас покажу, обороты будут по две тысячи. По идее, должны быть по две тысячи. Ну, мы сейчас проверим. Честно говоря, удивительно. Обороты не поднялись. Сейчас они должны были по две тысячи быть. Тысяча сто оборотов держит. Сейчас прогреет маленько, хотя двигатели так теплые, но прогреет, посмотрим. И все равно подцепим адаптацию, попробуем сделать. Нет, особо обороты он не роняет. Тысячу оборотов держит. Видеоактул сейчас подключу сканер. Если он сможет к нему подключиться, через него сделаю адаптацию. А если нет, тогда путем нажатия педали и включения зажигания. Глушите пока двигатель. Зажигание включите. Так. Обслуживание. Дроссельная заслонка. Азия. Тойота. А, нет, Тойоты. Печально? Надо обновление сделать. Может быть, Тойота появится. Нету Тойоты. Поэтому путем нажатия заслона, то есть педали и зажигания. Так. Ладно, не удалось. А так хотелось. Начну с того, что сейчас скину клемму аккумулятора. Минусовую. Минут на пять. Так. Ставлю на место клемму. И идем в салон. Обручаем. Так. Включаю зажигание. Считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Выключаю. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Нажимаю на педаль газа в пол. И повторяю процедуру. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. 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 И раз, два, три, четыре, пять. Все это время педаль газа держал выжатый. Теперь включаю зажигание и за короткий промежуток времени, пять или семь раз, нажимаю на педаль газа. Выключаю зажигание. Вытаскиваю ключ, вставляю ключ, открываю дверь, закрываю дверь. Запускаем. Не хочет. Держит тысячу оборотов. Что-то я делаю неправильно. Обороты он должен был снизить сразу до 650. Экспериментирую. Постоял, поработал, ничего не делал. Пару раз, наверное, газанул. Сначала он опустил до тысячи, потом поднял до полутора и опустил вниз. Эксперимента никакого не получилось, но тем не менее обороты встали в норму. И теперь сразу садятся на место. Глушу. Завожу. И все, обороты садятся на место. О, даже еще чуть-чуть пониже приопустились. Где-то 600-650 оборотов теперь двигатель держит. Без сканера получилось обучить. Конечно, хотелось сканером, не получилось. С первого раза не вышло так обучение. Но вот со второго раза вышло. На этом все. Замену дроссельной заслонки я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Зен. Огромное вам всем спасибо за вашу поддержку. Всего вам доброго. Вот работа. Звук работы двигателя. После нескольких запусков хозяин автомобиля говорит, да, действительно, автомобиль стал запускаться по-другому и работать по-другому. Хотя еще не ездил, не проверял. Но звук, говорит, вернулся тот, который был. Как предпосылки были по дросселю, так они и оказались. После смены дросселя автомобиль поменялся. Вот так бывает. Хотя я, честно говоря, сомневался, что дело в дросселе. Теперь все. Продолжение следует. Продолжение следует...